Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Мы продолжаем наши видео уроки по истории новейшего времени. И сегодня мы поговорим о событии, с которого эта новейшая история собственно и стартовала. Это Первая мировая война. Наши лекции по обществу знанию доступны на Boosty и спонсор. Первая мировая война началась с 1 августа 1914 года и закончилась 11 ноября 1918 года. Это было настолько глобальное событие, что оно полностью изменило мир. И мир западной индустриальной цивилизации и весь мир в целом. Понятно, что за один видео урок, за 40 минут мы не сможем подробно описать весь ход Первой мировой войны. Поэтому сегодня будет такой скорее краткий обзор. Для тех, кого интересно узнать более подробно о том, что происходило на фронтах Первой мировой войны, мы можем порекомендовать обратиться к нашему курсу «История России». Там мы события Первой мировой войны в нескольких роликах осветили гораздо более подробно, чем это будет сделано сегодня. Этот курс есть у нас на нашем канале. Поскольку ничего в этом мире не происходит из ниоткуда, необходимо обозначить причины, которые привели мир к Первой войне мирового масштаба. Такими причинами являются в первую очередь межимпериалистические противоречия. Ведущие державы мира вступили в высшую стадию капитализма, в стадию империалистическую, которая неизбежно сопровождается борьбой за передел мира. Капиталистическая конкуренция вышла на международную арену. К 1914 году сложилось два противостоящих друг другу блока крупнейших держав. В 1882 году оформился окончательно союз Германии, Австро-Венгрии и Италии, которые стали называть тройственным союзом. И вот эти страны в первую очередь вели такую агрессивную риторику, стремясь к переделу мира, считая, что когда старые державы Великобритания, Франция и другие получали свои колонии, их Германию, Австро-Венгрию, Италию колониями обделили. Понятно, что старые державы по этому поводу испытывали беспокойство и создали собственный блок, который историки называют словом Антанта. Это происходит от французского Антан-Кордиаль, то есть сердечное согласие. Поэтому иногда тот блок держав, который в Первой мировой войне противостоял Германии и Австро-Венгрии, называют странами согласия. Блок Антанта начинает оформляться в 1891-1893 годах, когда ряд договоров между собой заключили Франция и Россия. И Франция и Россия были страшно обеспокоены объединением Германии и Австро-Венгрии и нашли друг друга в качестве союзников. В 1904 году было заключено англо-французское соглашение, которое урегулировало многие противоречия между двумя этими колониальными державами. А в 1907 году был заключен англо-российский договор. Россия и Англия тоже свои сферы влияния, в первую очередь в странах Азии, разграничили. И это дало основание им объединиться против общего врага. Нет такого конкретного договора, который можно было бы показать, как договор Антанты. Она складывалась постепенно под влиянием той угрозы, которую ведущие страны ощущали со стороны стремительно набирающей силы Германской империи. Вот эти вот противоречия дополнялись ростом национализма и шовинизма во многих странах Европы. И во Франции, и в России, и в Германии, и в Австро-Венгрии, и в Великобритании было немало тех, кто считал, что свои собственные внутренние проблемы неплохо было бы решить за счет других соседних стран. Поэтому всячески приветствовал наращивание военной мощи собственной державы. Милитаризм, упование на силу армии и флота, стремление нарастить вооружение, бряться не этим самым вооружением, было характерной чертой мировой политики в начале 20 века. Страны действительно вступили в яростную гонку вооружений. Количество военной техники увеличивалось, сама военная техника совершенствовалась. Символом этого, конечно, стали военные флоты крупнейших держав. Так, за период с 1884 по 1914 год тоннаж военных кораблей Великобритании вырос в три раза. То есть в Британии стало в три раза больше серьезных боевых кораблей. Появляются новые корабли, суперлинкоры типа Дредноут. Но главный соперник Великобритании на морских коммуникациях Германия за это же 30 лет увеличила тоннаж своего военного флота в 15 раз. Понятно, что владычица морей Великобритания чувствовала себя неспокойно, видя такого быстро бегущего след за ней конкурента. Если ружье в начале пьесы вывесили на сцену, к концу пьесы оно обязательно должно выстрелить. Гонка вооружений должна была привести к тем столкновениям боевым, для которых, собственно, она и производилась. Еще одной серьезной причиной Первой мировой войны стало обострение балканских противоречий. В течение 19 века распадающаяся Османская империя потеряла большую часть территории на Балканском полуострове. Там возникли молодые и довольно агрессивные независимые государства. Сербия, Болгария, Греция, Румыния. Но вот этот регион Балканы был регионом стратегически важным для Австро-Венгерской империи, для Германской империи, для Российской империи. Их интересы в этом регионе столкнулись. Кроме того, вот в этих молодых странах был свой рост национализма. Сербы мечтали о Великой Сербии, Болгарии о Великой Болгарии, Румыны о Великой Румынии. Поэтому неудивительно, что непосредственно перед Первой мировой войной в Балканском регионе было крайне неспокойно. В 1912-1913 годах там прошло целых две Балканских войны, которые стали прологом к Первой мировой. В конце концов, именно там, на Балканах, и произойдут те события, которые станут поводом к мировой войне. Ну и кроме того, необходимо отметить, что европейское общество в общем-то недооценивало последствия войны. Война не казалась чем-то ужасным. Пацифистское движение, движение за сохранение мира было, но оно было слабым. Большинство было не прочь повоевать. По большому счету, в Европе крупных воин не было после Франко-Прусской войны. Нет, конечно, где-то там на Балканах воевали. Там была русско-турецкая война, там были Балканские войны. Но Балкан это какая-то не очень Европа, а Западная Европа отвыкла воевать. И воевать казалось не страшно. Вот это вот недооценка последствий войны тоже одна из причин, которая привела к Первой мировой. А поводом к этой войне стали события 28 июня 1914 года в Сараево. Сараево это столица Боснии, территорией которая входила в 19 веке в Османскую империю. Населена была в основном этническими сербами, но оказалась в орбите Австро-Венгерской империи. В 1978 году после русско-турецкой войны по решению Берлинского конгресса Босния и Герцеговина была оккупирована австрийскими войсками. А в 1908 году, воспользовавшись революцией в Турции, Австро-Венгия объявила об аннексии Боснии и Герцеговины. Это страшно не понравилось сербам, как тем сербам, которые проживали на территории Боснии и Герцеговины, а хотели бы жить в составе Сербии, так и тем сербам, которые проживали на территории Сербии и считали Боснию и Герцеговину своими естественными территориями. В Сербии, в Боснии создаются сербские националистические тайные общества, такие как Черная Рука и Млада Босна, которые террористическими способами боролись за воссоединение Боснии и Герцеговины с Сербией. Именно член такой террористической организации Млада Босна Гаврила Принцип 28 июня 1914 года на улицах Сараева застрелил приехавшего туда с визитом наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда. Франц Фердинанд вместе со своей женой был убит в собственном автомобиле, когда проезжал по улицам Сараева. Конечно, для Австрии такое убийство, совершенное сербам, было поводом предъявить к Сербии очень серьезные претензии и, может быть, даже аннексировать и сербскую территорию. А почему, собственно говоря, и нет, ведь сербы виноваты. 23 июля 1914 года Австрия предъявляет Сербии ультиматум, который содержал фактически требование отказаться от национальной независимости. Сербы были готовы большую часть требований Австро-Венгрии принять, но Австро-Венгрия, чувствуя свою силу, требовала, чтобы полностью ультиматум был удовлетворен. Сербия этого сделать не смогла, с надеждой оглядывалась на Россию, на своего союзника. Но поскольку ультиматум не удовлетворен, 28 июля 1914 года, ровно через месяц после роковых выстрелов в Сараево, Австро-Венгрия объявляет Сербии войну. Россия не могла бросить своего балканского союзника. И российский император, согласившись с мнением генералов нашего российского генерального штаба, готовится к войне против Австро-Венгрии. 31 июля 1914 года в России объявляется всеобщая мобилизация, которая по сути дела означала войну. Но за спиной у Австро-Венгрии тоже стоял весьма мощный и весьма агрессивный союзник. Германский император Вильгельм II потребовал, чтобы Россия свернула свои мобилизационные мероприятия, объявив России ультиматум, угрожая России войной. Когда этот ультиматум Россия не приняла, 1 августа 1914 года Германская империя объявила войну России. Вот эта дата 1 августа является датой начала собственно мировой войны. Первая мировая война началась как между собойчик Австро-Венгрии и Сербии, но очень быстро превратилась в войну, в которой участвуют все крупнейшие мировые державы. Уже в августе 1914 года в войну вступают Франция, Англия, Япония. Австро-Венгрия объявляет войну и России, и Франции. Война катится по своим рельсам. Августовские пушки, пушки августа 1914 года заговорили. Сразу же обозначились основные фронты этой войны. Поскольку Германия и Австро-Венгрия находились в центре Европы, их станут называть центральные державы, им приходилось воевать на два фронта. На западе против войск Франции и Великобритании, и на востоке против войск Российской империи. На западном фронте 1914 год для стран Антанты был довольно таки неудачным, потому что немцы перешли в серьезное наступление. Согласно своим стратегическим планам, так называемому плану Шлиффена, немцы собирались разгромить Францию стремительным ударом, пока Россия только-только проводит мобилизацию и готовится к войне. Поэтому немцы бросают свои войска на Париж, и для того, чтобы хоть каким-то образом снизить давление на французов, которые стоят реально на грани поражения, на восточном фронте российская армия, толком не подготовившись, не отмобилизовавшись, начинает наступление в Восточной Пруссии. Париж был спасен. Немцы до Парижа не дошли, а впоследствии в битве на реке Марне немецкое наступление было остановлено, а далее германские и французские войска начинают свой знаменитый бег к морю. Обе противоборствующих армии, англо-французская и германская, стремятся обойти фланги друг друга, и в конце концов, в этом стремлении охватить противника, добрались до пролива Ла-Манш и побережья Северного моря. А русская армия в этот момент терпит катастрофу в Восточной Пруссии. Две русских армии под командованием генералов Реннин, Камфа и Самсонова, толком не подготовившись, начинают наступление на Восточном фронте, и несмотря на первоначальные успехи, вскоре оказываются в окружении. Вторая армия Самсонова окружена и разгромлена, потерпела поражение Первая армия Ренненкамфа. Вот эта военная операция российской армии в 2014 году оказалась очень и очень неудачной. Гораздо более удачным стало наступление на Австро-Венгерском фронте, где русские войска успешно заняли Австро-Венгерскую Галицию. В конце октября, начале ноября 1914 года число держав, которые участвуют в мировой войне, увеличилось. Германии и Австро-Венгрии удалось вовлечь в эту войну Османскую империю. В первую очередь Османская империя воевала против империи российской. Образовался еще один фронт мировой войны, Кавказский фронт, где Россия воевала против турок. В целом 1914 год развеял иллюзии европейского общества, надеявшегося на быструю и относительно бескромную войну. Уходя на фронт, солдаты говорили в августе 1914 года, что они вернутся домой до осеннего листопада. Но не до осеннего листопада, не до первого снега, не до весенней оттепели. И вообще в ближайшие четыре года большинство из этих солдат домой не вернется, а очень многие не вернутся никогда. 1915 год привел к изменению планов центральных держав. Не получилось разгромить Францию в 1914 году и вывести ее из войны. Значит в 1915 году нужно разгромить Россию. На Западном фронте в 1915 году серьезных боевых событий не происходит. Хотя есть некоторые моменты, которые стоит отметить. Столкнувшись с серьезной обороной, столкнувшись с невозможностью прорвать линии наступления, европейские державы начинают применять все более и более страшное вооружение. 22 апреля 1915 года вошло в мировую историю, как первое применение в массовом порядке оружия массового поражения. Под бельгийским городом Ипр немцы провели первую в истории крупную газовую атаку. Газ, который был применен потом, он получит название по имени этого города Иприт. В ходе этой газовой атаки 15 тысяч британских военнослужащих оказались пострадавшими, 5 тысяч погибли в результате отравления. Европейские армии, воюющие на фронтах Первой мировой войны, срочно обзаводятся противогазами. В течение почти всего этого года, с февраля 15 по январь 1916 года, идет Дарданельская операция. Совместные объединенные силы флотов Антанты пытаются вывести из войны Османскую Турцию, прорваться через пролив Дарданеллы к Константинополю, к столице Османской империи. Но турки держат оборону отчаянно и серьезные потери заставили в конце концов союзников отступить. А вот на Восточном фронте Россия испытывает очень серьезные трудности. Немцы перенесли главный удар в 15-м году с Западного фронта на Восточный, надеясь мощным наступлением выбить из войны Российскую империю. Тем более, что Российская армия в 15-м году испытывала очень серьезный недостаток вооружения, снарядный и патронный голод. Наши запасы, скопленные до войны, были израсходованы гораздо быстрее, чем на это рассчитывали. А наша экономика еще не перешла на военный лад и не могла обеспечить страну необходимыми вооружениями. Это, а также концентрация сил германских и австро-венгерских на Восточном фронте стали причиной настоящей катастрофы 15-го года. Мощное германо-австрийское наступление привело к тому, что Россия была вынуждена оставить Польшу, захваченную ранее Галицию, часть Украины, Белоруссии, Прибалтики. В русской историографии события 15-го года получили название «Великое отступление». Действительно, это было великое отступление, однако своей цели немцы все-таки не добились. Несмотря на серьезное военное поражение, Россия из войны не вышла. Любопытные события происходят на других театрах военных действий. 23 мая 1915 года определилась Италия. Вообще-то Италия была союзником Германии и Австро-Венгрии по Тройственному союзу 1882 года, но у нее были свои интересы. Италия не вступила в войну на стороне Германии и Австро-Венгрии в августе 2014 года, предпочитая выбирать, а к маю 2015 склонилась на сторону Антанты. И 23 мая Италия вступает в войну, образовывается еще один фронт итальянский. С октября 2015 года германские и австро-венгерские войска проводят мощное наступление в Сербии. В результате сербская армия разгромлена, а территория Сербии оккупирована почти полностью. В этот момент в спину сербам наносят удар их главные конкуренты на Балканах, Болгары. 14 октября 2015 года Болгария вступает в войну на стороне центральных держав. Таким образом складывается тот четверной союз, против которого будет сражаться Антанта до конца 2018 года. В состав четверного союза центральных держав вошли Германская империя, Австро-Венгерская, Османская империя и Болгария. К октябрю 2015 года Сербия и Черногория практически полностью разгромлены. И боевые действия переходят на территорию Греции, где британцы и французы высаживают собственные десантные войска. Образовывается еще один фронт, фронт Солоникский. 1916 год был годом очень серьезных кровопролитных боев на Западном фронте. С 21 февраля по 18 декабря 1916 года германские войска пытаются прорвать позиционную оборону французов в районе крепости Верден. Это было настолько кровопролитное сражение, что в историю вошло с названием Верденская мясорубка. Параллельно со сражением под Верденом с 1 июля по 18 ноября 1916 года англичане и французы пытаются провести собственное наступление чуть севернее на реке Сомми. Но там они упираются в позиционную оборону германской армии и тоже не могут ее прорвать. Несмотря на то, что на реке Сомми впервые в истории человечества были использованы танки. Сражение на реке Сомми, 16 год, первое использование танков на полях боевых действий. В обеих битвах были огромные людские потери, более миллиона человек в каждой и в обеих битвах наступающие не достигли своей цели. На западном фронте ведется кровопролитная, тяжелая, изматывающая позиционная война, когда линия фронта годами не сдвигается практически ни на километр в ту или в другую сторону. Средства обороны оказались гораздо сильнее средств наступления. В том же 1916 году произошло то, чего ждали многие адмиралы и капитаны в Британии и Германии. Два ведущих флота мира, германский Хохзея флотте, флот открытого моря, и британский великий флот Грандфлит сошлись в решающей морской битве. С началом Первой мировой войны Британия установила морскую блокаду Германии. Германскому флоту эту морскую блокаду, настоящую удавку на шее германской империи, нужно было прорвать. Британцы же надеялись уничтожить своего главного соперника. Ютландский морской бой привел к серьезным потерям, что любопытно, обе страны и Германия, и Англия объявили о своей победе. И у обеих были резоны. Британцы говорили, что победили они, потому что немцы не смогли прорвать морскую блокаду. Немцы говорили, что ютландский бой это их победа, потому что они утопили больше британских кораблей. На Восточном фронте русские войска, пытаясь оказать поддержку союзникам, сражающимся в верденской мясорубке, предпринимают ряд наступлений на германском фронте. Но Нарочская операция, Барановичская операция 16-го года для русской армии оказывается неудачной. Но тяжело было русским сражаться против германских войск. Гораздо успешнее складывается ситуация против австрияков. С 4 июня по 20 сентября 1916 года на Австро-Венгерском фронте происходит Луцкая операция. В ней участвуют российские войска Юго-Западного фронта под командованием генерала Алексея Алексеевича Брусилова. Поэтому в историографии Луцкую операцию называют еще Брусиловским прорывом. Действительно австрийская оборона была прорвана, прорвана серьезно на глубину до 150 километров. Потери, санитарные потери австро-венгерской армии составляли около полутора миллионов человек убитыми раненными и пленными. Многие историки говорят, что по своим результатам Брусиловский прорыв стал самой успешной наступательной операцией всей Первой мировой войны. Но у меня тут есть ряд определенных сомнений, потому что итоги германо-австрийского наступления 1915 года не менее впечатляющие, чем прорыв генерала Брусилова. Видя успехи России на австро-венгерском фронте, в войну против австро-венгрии вступает Румыния. Впрочем, очень быстро румынская армия была разгромлена и российской армии пришлось союзников румынов спасать. В том же 16-м году русские войска проводят успешные операции на Кавказском фронте против турок, а Рзерумская и Трапезунская операции закончились успехами русских войск. 1917 год оказался очень сложным для воюющих держав. Дело в том, что Первая мировая война это было не только соревнование на полях сражений, у кого солдаты храбрее, у кого техника лучше. В первую очередь это было противостояние экономик. Эту войну должен был проиграть тот, у кого экономика окажется слабее. И вот самым слабым звеном среди воюющих держав в экономическом отношении оказалась Россия. Экономические трудности были во всех странах. Но в России, именно в России, эти экономические трудности вместе с очень близорукой политикой российского императора Николая II привели к революции. В феврале 1917 года в России происходит революция, царскую власть свергли и в России все чаще звучат голоса о том, что из войны надо выходить, войну надо заканчивать. Если в странах Антанты всерьез опасались, что Россия может выйти из войны, то другая страна в эту войну только входила. Тоже, кстати, на стороне Антанты. Соединенные Штаты Америки до апреля 1917 года не вступали непосредственно в военные действия, предпочитая вести финансовые торговые операции с теми, кто в войне непосредственно участвует. Когда же стало понятно, что в конце концов экономики стран Антанты задавят германскую австро-венгерскую империю, 6 апреля 1917 года США вступают в военные действия. Это было серьезное усиление на Западном фронте. Весной 1917 года на Западном фронте союзники пытаются провести несколько серьезных наступательных операций, но снова упираются в германскую оборону. Самой кровопролитной стало наступление французов, которое получило название бойня Нивеля. На Восточном фронте летом 1917 года Россия тоже пытается провести наступательную операцию, но на фоне революционного хаоса в стране, абсолютной бездарности временного правительства, пришедшего к власти после свержения императора, на фоне нежелания солдат сражаться за непонятные им интересы, это наступление проваливается, а немецкое контрнаступление осенью 1917 года приводит к тому, что немцы прорывают российскую оборону и довольно существенную часть территории, в первую очередь в Прибалтике, берут под свой контроль. Итальянские войска разгромлены австро-венграми в этом году при Капоретто, что немножечко компенсируется теми успехами, которые добиваются британцы в Азии. В Месопотамии, на Ближнем Востоке им удается нанести ряд поражений османским войскам. В 1918 году боевые действия продолжаются. В начале года Германия добивается крупного дипломатического успеха. В октябре 1917 года в России к власти пришли большевики, во главе с Владимиром Ильичем Лениным, которые изначально были против этой мировой бойни и заявили о том, что они сделают все возможное для того, чтобы Россия из войны вышла. 3 марта 1918 года уже советская Россия подписывает с Германией Брестский мирный договор, очень невыгодный для России. Сам Ленин называл его похабным Брестским миром, но для измученной страны он был крайне необходим. Для Антанта это, конечно, было страшно неприятно, потому что мощный союзник, оттягивающий большое количество германских сил, был из войны выведен. Ну, значит, надо бить немцев на Западном фронте. В 1918 году немцы пытаются, так сказать, нанести последний разящий удар. Весной, летом 1918 года все силы немцы бросают в решительное наступление. Они называли это Кайзершлахт, сражение Кайзера. Но войска союзников переходят в контрнаступление, наносят немцам поражение во втором сражении на реке Марне, а дальше начинается 100-дневное наступление войск Антанты, которое заканчивается разгромом германских войск. Итальянцы берут реванш над Австро-Венгрией в сражении при Витторио-Венетто. Осенью 1918 года одна за другой страны Четверного Союза выходят из войны. 29 сентября о выходе из войны заявила Болгария. 30 октября Османская империя, которая тоже стоит на пороге собственной революции. 3 ноября 1918 года выходит из войны Австро-Венгрия. Германская империя остается в одиночестве. Впрочем, и империей ей остается быть буквально очень и очень короткий срок. 4 ноября 1918 года в Германии начинается революция, которая приведет к отречению Кайзера Вильгельма. А 11 ноября 1918 года в Компьенском лесу на территории Франции в штабном вагоне французского маршала Фердинанда Фоша, главнокомандующего сил Антанты на Западном фронте, германское командование подписывает безоговорочную капитуляцию. 11 ноября 1918 года измученная войной Германия сдалась, Первая мировая война завершилась. Итоги Первой мировой войны для Европы были настоящей катастрофой. Треть европейской экономики была уничтожена в ходе боевых действий. Неудивительно, что Соединенные Штаты Америки, которые в этой войне поучаствовали весьма непродолжительный период по сравнению с другими участниками, которые и так были лидером экономического развития довоенный период, теперь свое экономическое лидерство только укрепили. Европа проигрывает гонку за лидерство Соединенным Штатам. Такая ситуация у нас сохранится вплоть до наших дней. Под влиянием Первой мировой войны в четырех империях Европы, российской, германской, австро-венгерской и османской, происходят революции. И вот эти четыре европейских империи рушатся. На их месте появятся другие новые государства. Политическая карта Европы будет полностью перекроена. Империалистическая война, в которой простой народ разных стран был вынужден сражаться за интересы собственной буржуазии, и собственных капиталистов, очень четко показал людям, что капитализм – это кровь и война. Война в интересах не всего народа, как об этом говорили националисты, а в интересах узкого круга высшей финансовой промышленной олигархии. Поэтому неудивительно, что в мире активно распространяются социалистические и коммунистические идеи. Первая мировая война стала тем катализатором, который чуть было не привел к мировой социалистической революции. О развитии революционного движения мы с вами поговорим еще на следующем видеоуроке. Общие потери войны страшные. Более 10 миллионов человек было убито на фронте. 10 миллионов убито, 7,5 миллионов приблизительно пропали без вести. То есть фактически тоже считайте убитыми. Кроме того, война нанесла страшный удар и по гражданскому населению. 11,5 миллионов человек стали жертвами Первой мировой войны, не воюя. Это были жертвы гражданского населения, которая пострадала от голода, от эпидемий, от обстрелов, от бомбардировок. Европа лежала в руинах. Европа ждала, каким будет мир после Первой мировой войны. И об этом мы с вами поговорим на следующем видеоуроке. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»